Сегодня мы поговорим с вами про сексистский стейк. Казалось бы, где дискриминация по поводу и где еда, но есть такие люди, которые умеют находить даже в простом себе проблемы, как мне кажется, и иногда перегибают палку. Именно это произошло с англичанкой, жительницей Норфолка, ее зовут Роуз Робинсон, и она подала в суд на заведение, которое подает сейчас внимание Биг Дэдди стейк. Биг Дэдди? Биг Дэдди большой папочка. Ее расстроило, что там не было большой мамочки. Она говорит, а женщины тоже могут есть, почему не Биг Мами, например. Это же название, ну такое название, очень странно. Как мне кажется, что это действительно, ну, ты перегибаешь палку в каких-то совершенно простых вещах. Но вот дошла... Мода и до стейков. И до еды все-таки добрались, до святого. Кто бы мог подумать, ну уж здесь-то, ну... Там же, понимаешь, название яблок, например, от наших производителей. Тоже же сразу раз мужские имена. Почему не женские, например? Ну, все что угодно теперь может быть. И, как мне кажется, не стоит так усугублять свою жизнь. Наслаждайтесь, ешьте вкусную еду и не обращайте внимания на совершенно маленькие вещи. Я думал, что хотя бы... Но опять же, опять же история про то, что, возможно, этот стейк из молодого бычка. И она такая, почему не из коровы? Ну, то есть, хотя, не знаю. Хорошо, что к названиям диванов, ну, никак не подкопаешься. Потому что здесь на любой вкус и цвет. И мужское, и женское. Согласен. Если еще не проверяли, посмотрите в интернете. Я понимаю, прекрасно, что ты человек солидный, остепенившийся, женатый. Но, тем не менее, вопрос с подвохом. Как ты думаешь, может быть, в твоей жизни есть пример, как испортить свидание необычным образом? Как испортить свидание необычным образом? Не взять на него деньги. Не взять на него девушку, забыть где-нибудь. Да, ну, способов миллион. Ладно, хорошо, я вам расскажу еще один, но это все-таки такой вредный совет. Не используйте его, потому что, мне кажется, он странный. Он произошел с одной девушкой. Она живет в США, и она отправилась на свидание, где молодой человек для нее выбрал какое-то блюдо. И когда его принесли, она поняла, что нет любимого соуса. А она абсолютно всю еду ест только с определенным видом соуса. Что она сделала? Она встала из ресторана, ушла, дошла до супермаркета, купила себе этот соус, вернулась в ресторан. Поскандалила с официантом и менеджером ресторана, что она имеет право заносить с собой именно соус, что это не является едой, и что он ей необходим. Потом продолжила ужинать с молодым человеком, очень сильно удивлялась, почему же он так странно на нее смотрит, и не хочет с ней разговаривать, и вообще провожать ее до дома, и вообще весь романтизм, он как-то улетучился резко. У меня обращение ко всем режиссерам с мировым именем. Мне кажется, эта история достойна того, чтобы по ней сняли фильм. Как минимум, ну, честно сказать, события захватывающие, интересные, но я никогда не думал, можно ли проносить соус. Это вот тоже история про то, как сильно мы утрируем некоторые вещи. Неужели ты не можешь без соуса поужинать один раз с человеком, который тебе нравится, чтобы не ставить его в неловкое положение? Ну, опять же, ты открываешь другой вопрос. Возможно, человек ей не так нравился. Как соус, согласна. Как соус, это первый вариант. Второй вариант. Возможно, что человек ей нравится, и она решила его проверить. Ну, когда она показывает свой характер, будет ли второе свидание после этого или третье. Ладно, хорошо, мы запомним все твои варианты. Хочется с вами вспомнить советский фильм «Кавказская пленница». Помнишь, как они ее в спальный мешок закрывали, в красный такой, она не могла ни пошевелиться, ни убежать. Ну, в общем, такая гусеничка из прекрасных орлей была. Отличный способ. Отвижить человек. Но для таких случаев или других придумали спальный мешок с отдельными ножками. Теперь в спальном мешке можно устраивать настоящие забеги. И если раньше ты только прыгать мог из палатки, то теперь можешь вот прийти к костру, достать что-то, наверное, из рюкзака. Может быть, даже беседу продолжить. Как по мне, кажется, что это недостаточно тепло. Все-таки у спальника есть одно предназначение. Там должна быть циркулировать определенная температура, и должно быть не холодно. Но, с другой стороны, это же можно перемещаться в таком теплом костюмчике. Нет, мне кажется, все равно материал должен быть схож. Не зря же назвали это спальником. Но я подумал о том, что этот костюм для особо оптимистичных людей, которые не знают, вернутся они домой или нет. И здесь в целом можно на лавочке прилечь, и это не будет уже выглядеть, как будто ты что-то... А даже если спросят, скажут, что я в спальном мешке, друзья, ну что такое? Выглядит это как звездочка, если растопырить руки и, например, устроить такие соревнования на снегу. Да, и теперь как раз рыбалка будет выглядеть чуточку иначе и чуточку красивее. Ладно, допустим, принимаются такие варианты.